Здарова всем, с вами HillHertz, и сегодня я расскажу вам, чем можно заняться во время бета-теста с KMP. Ой, простите, с камп. Пока что я смог зайти только с ноута, на кампе выбивают ошибки, ноутбук слабенький и нормально не поиграть. Но один мой хороший друг поиграл за меня и любезно предоставил кадры своего геймплея. Казалось бы, сейчас лишь идёт бета-тест, только второй-третий день открытого тестирования для всех желающих, и даже сами разработчики утверждают, что доступны лишь базовые функции и ничего кроме. Но если вас ведёт дорога приключений, а по вашим жилам течёт энтузиазм, то всегда можно найти, чем заняться. А в конце ролика я покажу, что можно стать ярлом и снискать признание даже на ОБТ. Как только заканчивается создание персонажа, игрок спавнится в рандомном месте. Из одежды только шахтёрские тряпки. Вам повезёт, если это будет недалеко от Вайтрана. Именно там вся движуха и ежевечерние тестирования со стримом в районе 9-10 по Москве. В противном случае вы можете появиться на скальной территории далеко за Морфолом, из-за чего придётся долго добираться до людных мест. Первым делом нам нужно обзавестись оружием, чтобы можно было постоять за себя. В идеале побегать по миру и нарваться на бандитов или нордов. Убиваем их кулаками и забираем отличный шмот. В большинстве своём NPC не реагируют на ваши выходки и смиренно получают по лицу. Имея даже одноручный меч, можно шанковать всех, кто встретится на пути. Погибать в скаймпе не страшно, тут же возрождаешься на том же месте. Я понятия не имею, где мой друг скачивал репак, но каким-то образом он не получал урона. Правда, часа через два, после перезагрузки сервера, он стал самым обычным нордом. Однако ни в коем случае не нужно устраивать резню, когда проверяют максимальный онлайн и проверяют пиковые нагрузки. По возможности нужно приходить и помогать в тестировании. В группе разработчиков, ссылка на которую будет в описании, около 7 утра появился пост, где было отмечено, чтобы это будет продолжаться до самого релиза игры. Ежедневно проводятся работы по оптимизации сервера и входа в игру. Рекорд онлайна на прошлый раз 1061 человек, а сервер даже не упал. Единственные проблемы, которые были отмечены, лаги сервера, когда около 500 человек собрались в одной точке. Команда разработчиков сейчас работает над улучшением сетевого кода, дабы увеличить стабильность большого количества персонажей в одном месте, пока что до 1000. Сразу же, как большинство ошибок у пользователей будет устранено, а код отлажен, начнут появляться механики, которые были обещаны. От себя лично добавлю, что чатом уже можно пользоваться. Обычные ИРП работают. Довольно забавно наблюдать, как игроки пытаются придумывать свои истории. Большое спасибо разработчикам, что они стараются улучшить проект. Уверен, что скоро они доберутся и до ошибок. Возвращаясь к ОБТ. Из интересного можно исследовать локации. Например, подземелья или форты. В них можно найти много всего полезного, если успеть первым. Другу, например, было очень интересно, в каком состоянии находится Хелгин. Ведь он может быть целым, а может сожженным. На ОБТ он в отличном состоянии и не знавал встреч с Элдуином. Также всегда можно подрезать парочку клиентов, если все места заняты. Ну а теперь момент становления ярлом. Хотелось бы отметить шикарную подыгровку игрока с ником Летос. Он не растирался, вошел в роль и сделал все по красоте. Именно такими моментами и будет запоминаться ИРП. Это только бета, а если постараться, то уже можно развлечь себя. Только представьте, насколько круто будет на релизе. Кроме того, есть много групп и сообществ, где игроки собираются в мини-кланы. Некоторые даже оставляли ссылки под моим предыдущим роликом. По-моему, это отлично, что люди готовы отыгрывать истинных нордов. Ну или не только нордов. Надеюсь, что вам понравилось и было интересно. На этом пока что все. С вами был Хилл Хёрдс. Всего хорошего и удачи. С вами был Хилл Хёрдс. С вами был Хилл Хёрдс. Продолжение следует...